Друзья, приветствую! Евгений из Подмосковья прислал образцы масла Mobil 1 FS540. Это полнозольное масло от Mobil с высоким щелочным числом. Так, смотрите, две баночки, свежая отработка. Сейчас покажу вам описание. Значит, так, секунду. Вот описание. Это у нас Volkswagen Tiguan 2015 года, 2 литра TSI, автомат, полный привод, 170 сил, стоковая. Пробег автомобиля около 94 тысяч километров, пробег на масле 6566 и по средней скорости 192 мч. Так, добавлялась в каждую заправку, добавляется моющая присадка от BAS Kerapur 3899C. Так, что тут еще? Да, есть небольшой расход. На 105 мл часов 400 миллилитров масла добавлено. Так, и давайте проверю образец свежего. Эталон данного масла я уже создавал, поэтому сейчас, вот видите, подписываю новое и сравню свежее от Евгения с эталоном. В эталоне, значит, сразу проговорю, 13 щелочное и 275 кислотное. Ну, это полнозольное масло, поэтому кислотное тут достаточно высокое. Так, давайте посмотрим, что прибор намел. 91% по противоизносным присадкам, очень похоже. Гликоли нет, сажи нет. Смотрите, 272 меньше на 0,03, чем в эталоне кислотное и 1 в 1 щелочное. То есть 13 тоже, ну, как бы вообще вопросов нет. Считаю, что это оригинальное масло. Таких совпадений, ну, вряд ли возможно. Воды немного, кстати, в этом образце. 56 ппм всего. Так, ну, сомнений в том, что это оригинальное масло у меня нет. Если у вас есть, можете поделиться своими сомнениями. По остальным показателям тоже очень похоже. Вот сульфатирование. Тут тоже такое высокое у данного масла окисление начальное. Поэтому все принимаем как эталон это. И можно проверять отработку. Так, здесь у меня не поместилось. Значит, доливка. Очень много информации. Средняя скорость 34,2. Средний расход 9,67 литров на 100 км. Ну, и все бензины брендованные. Лукойл, Бипи, Газпром и Шелл. Сотые там и вот всякие Экто там, Опти и прочее. Так, смотрите, что намерил прибор в отработке. 40% по противоизносным присадкам. Так, сажи 0,02. Хорошо процесс сгорания происходит. То есть сажа невысокая. Гликоля нет. Нитрование тоже на нормальном уровне. Кислотное 3,45. В принципе, тоже не сильно подросло. Это получается на 0,7 всего. Отличный результат. Но видно, что здесь ПАУ. И щелочное 9,3. Тоже очень высокое еще. Ну и воды. Воды чуть больше. Но все равно до эталонного не дотягивает. Меньше, чем в эталоне. Это видно, что машина с высокой средней скоростью перемещается и выпаривает все эти воду и топливо. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Так, свежая отработка. Посмотрим, что намерил. В принципе, при такой средней скорости, ну, если есть разжижение, то оно, по идее, должно быть минимальное. Но, тем не менее, посмотрим. Да, кстати, по этому БАСФу это КЕРА ПУР. ПУР. ПУР это чистящее. А в дизельное топливо добавляют БАСФ КЕРА КОР. Это уже противоизносная присадка. Здесь основная функция чистящей. Ну, смотрите, с маслом ничего не произошло. Я там максимально увеличиваю. Нашел 1% только. Минимальное, самое минимальное разжижение. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот. И в бензин добавляют моющую присадку. Хотя и заявляют в ней тоже противоизносные функции. Но, я думаю, основной это моющая присадка. А в дизельной в основном это противоизносные для топливной аппаратуры. Ну, и вот такой получился прогноз. С учетом того, что здесь долито примерно 10%. Скорее всего, это в районе 400 часов прогноз. Вот. Где-то около 15 тысяч километров. Смотрите, не трава, не классическая. 400-500. Ну, в обычных моторах, нормально работающих. Ну, и по вязкости, видите, да. На два срока службы двигателя. То есть масло крепкое. Масло с большим запасом. Все-таки 13 щелочное, очень высокое. Вот. Плюс, значит, ПАУ. База, видно, как она медленнее окисляется. Процентов, я думаю, на 30 медленнее, чем классические, значит, гидрокрейкинг. 25-30, наверное, вот так. Вот. Ну. Не знаю, имеет смысл добавлять каждый раз моющую присадку. Наверное, все-таки не совсем оправданно. Но я так понял, что Евгений исходил из убеждения, что эта присадка противоизносная. А здесь, видите, классическая противоизноска подносилась прилично. 40%. Но я не первый раз замечаю, что вот в Мобиле, что в ЕСП, что в ФСМ, вот этой топовой линейке, почему-то противоизноска быстрее срабатывается. Вот именно фосфорцинк. Не знаю, у меня такое предположение возникло. Может быть, используют какую-то недорогую, знаете, чтобы стоимость продукта была на приемлемом уровне. Все-таки здесь основную, я думаю, защитную функцию несут эстеры, которые создают толстую и прочную очень пленку. Поэтому можно сэкономить на классическом фосфорицинке, может быть, какой-то подешевле и поменьше его. Вот, возможно, с этим связано. Не знаю, сложно мне сказать. Вот. Но, тем не менее, значит, здесь Евгений, я вижу, что максимально перестраховывается. Использует брендованные бензины, в которых этот бас уже присутствует. Использует дополнительно этот бас. Ну, кашу маслом, не знаю, испортишь, не испортишь. Но, тем не менее, немного, может быть, и перебор здесь по стоимости. Вот. Тем более, что эстеры есть. И так в масле, и еще и в присадке они. Ну, короче, вот такая картина получилась. Масло крепкое, отработало отлично. Мотор тоже, в общем-то, без нареканий не видно никаких проблем особых у мотора. Классически работает. Вот. Ну, и пробег не такой большой. Поэтому благодарю Евгении за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.